Следователем Главного следственного управления Главного управления Министерства внутренних дел России по Иркутской области продолжается расследование противоправной деятельности предполагаемых контрабандистов. На основании собранных материалов им предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и участие в нем. В начале прошлого года сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел России совместно с коллегами из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Иркутской области и ОМВД России по Тайшетскому району перекрыт канал контрабанды лесоматериалов за границу. По версии следствия, организаторами криминального бизнеса являются два гражданина одного из государств Восточной Азии. Содействие в преступном бизнесе им оказывал владелец местного заготовительного предприятия, ранее судимый за совершение преступлений в лесной отрасли. В ходе рейдов полицейские обнаружили 20 незаконных рубок лесных насаждений в особо крупном размере, объемом более 2,5 тысяч кубометров. Кроме того, выявлены преступления, связанные с приобретением, хранением и перевозкой незаконно заготовленной древесины. Зафиксировано 18 фактов контрабанды пиломатериала в крупном размере на общую сумму свыше 100 миллионов рублей. Таким образом, в результате проведенных мероприятий задокументирована вся цепочка противоправной деятельности участников преступного сообщества. Заготовка, транспортировка, переработка и вывоз древесины за пределы нашей страны. По местам проживания фигурантов, в офисе организации, на пунктах приема, переработки и отгрузки древесины сотрудниками полиции проведены обыски. Изъяты транспорт, пиломатериалы, лес различных пород, документация, компьютерная техника и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Следственными органами полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении фигурантов избраны различные меры пресечения. Субтитры создавал DimaTorzok